Друзья, всем привет! Залетаем в жилой комплекс Каширка Лайк, квартира площадью 54 квадратных метра. Закончили этап инженерного ремонта, сейчас вам покажем и расскажем, какие материалы и какие технологии применялись. Пару слов про дизайн проект и потом перейдем к обзору инженерного ремонта. Китульный лист, на нем есть вся сводная информация. Далее у нас идет состав проекта, здесь у нас 59 листов. В среднем наши проекты это 50-60 листов в зависимости от площади квартиры. Далее у нас идут визуализации. Визуализации необходимы для нашего заказчика в первую очередь и потом уже для производственной команды, которая реализует данный проект. Здесь какие-то вещи можно подсмотреть и понять, что в итоге должно получиться. Визуализации делаются с разных ракурсов для того, чтобы полноценно оценить каждое помещение. Это у нас визуализации спальни, ванная комната и гостевой санузел. И гардеробная у нас тоже здесь есть. И здесь показаны инженерные коммуникации. Это тоже очень важно, потому что часто бывает, что на визуалках этого нету, а по факту это должно быть. И ты пытаешься это куда-то засунуть, это смотрится некрасиво. Поэтому на визуализациях нужно делать максимально все честно, как оно есть, не завышать их какие-то ожидания, а делать так, как это получится в реальности. Это у нас балкон. Для балкона мы тоже делаем визуализации. Здесь у нас два ракурса с двух сторон для того, чтобы тоже понять, что в итоге должно получиться. Обмерный план. Один из самых важных планов. На старте мы заходим, делаем профессиональный замер до миллиметра. Замеряем высоты подоконников, расположение отопительных приборов и расположение инженерных коммуникаций, потому что это важно при проектировании. Если вы захотите какой-то здесь элемент поставить, а там будет торчать труба канализации или водоснабжения, с этим уже ничего не сделаешь, не перенести. Поэтому замер должен быть сделан максимально точно. План демонтажа. План монтажа возводимых перегородок. Здесь мы указываем материал и расположение ваших новых стен. И естественно есть спецификация, где у нас 100 миллиметров идет перегородка, где 75, где 50, а также где у нас стены будут сделаны из гипсокартонных конструкций. План расстановки мебели и оборудования. Здесь мы можем оценить квартиру в целом, где у нас будет стоять кровать, где будет стоять стол, расположение кухни и так далее. План чернового пола. Здесь мы показываем отметки, на которых должна быть сделана полусухая стяжка или мокрая, в зависимости от того, что вы выбрали. План отделки пола. Здесь естественно мы указываем, где какой материал используется для финишной отделки вашего пола. План отделки потолка. Здесь у нас комбинация потолка из гипсокартона и натяжного потолка. И на этом плане мы указываем, где какой потолок у нас будет расположен, а также его высоты. Это тоже очень важно, потому что у нас есть инженерные коммуникации в виде вентиляции, которая идет под потолком. Это тоже нужно учитывать при проектировании отметок потолка. План отделки стен. Посмотрите, какое разнообразие. Здесь у нас большое количество терамогранита, краски, обоев. И у нас есть специальная ведомость, на которой мы указываем, какой материал используется, какое количество, какой объем. Это очень удобно. Сводный план по электрике. Здесь мы указываем максимально полное наполнение по электрооборудованию. Это розетки, выключатели, светильники, бра, люстры и так далее. А также обязательно нужно указывать электрический щиток, где у вас будет расположен. Потому что иногда это бывает некой неожиданностью для дизайнеров, что нужен электрический щит в квартире. И начинается танец с бубнами. Здесь у нас план расположения розеток. Отдельный план по выключателям. И, естественно, делается привязка выключателя к каждому осветительному прибору, чтобы заказчик понимал, как у него будет организована система включения-выключения освещения. План теплого пола. Здесь у нас его достаточно много. И поэтому мы выделяем под это отдельный план. Указываем расположение матов, отступы и расположение терморегуляторов. План вентиляции. Мой любимый план. Про вентиляцию практически все забывают. И когда начинают делать потолок, берутся за голову и начинают долбить покрашенные стены, на которых уже выложен керамогранит. Поэтому лучше об этом позаботиться заранее. На этапе инженерного ремонта провести всю вентиляцию в квартире. Сантехнические приборы. Очень важный план. Потому что сделать неправильный вывод, это значит, что потом нужно сбивать плитку, штробить, замазывать, перекладывать трубы и так далее. Поэтому вы заранее должны понимать, какое оборудование у вас будет в проекте. И именно под это оборудование сделать вывод воды и канализации. Далее у нас идет развертка по стенам. Здесь мы указываем и расположение керамогранита, и расположение молдингов, и отделку стен, какой у вас будет плинтус и так далее. Очень важный момент в наших дизайн-проектах, это то, что после того, как мы сделали штукатурные работы, мы делаем перезамер всех помещений и вносим корректировки в проект. Это очень важно, и это влияет на вашу раскладку плитки. Потому что размеры меняются, где-то больше, где-то меньше. Поэтому та раскладка, которая у вас была сделана изначально, запроектирована, она может быть неактуальной, и когда мы с вами вносим корректировки, вносим новые размеры, уже можно сделать раскладку плитки в дизайн-проекте, согласно тем размерам, которые у вас уже есть по факту. Ведомость отделки. Здесь у нас предоставлен полный список всех чистовых материалов, которые используются в проекте. Очень удобно, есть название, марка, производитель и объем вашего чистового материала, который необходим для реализации вашего проекта. Это квартира одного из наших подписчиков. Клиент давно следил за нами на ютубе, и как только настало время делать ремонт, обратился в нашу компанию. И захотел и дизайн-проект, и реализацию от нашей команды. Начали мы, естественно, с профессионального замера. Мы делаем это специальным оборудованием, которое позволяет вымерять все расстояния до миллиметра. Это позволяет сделать максимально качественный и правильный дизайн-проект. После того, как были выполнены замеры, через неделю был готов и согласован монтажный план. Мы вышли на строительную площадку. Естественно, подготовительные работы – это временное освещение, грунтовка и покраска потолка, а также укрытие мопов, входной двери и также окон. После подготовительных работ мы приступили к возведению перегородок. Стены мы строим из газобетонного блока толщиной 100 миллиметров. Это практичный и универсальный материал для возведения стен. При монтаже газобетона следует учитывать несколько нюансов. Обязательно армируем кладку. Для этого мы используем базальтовую сетку, можно использовать арматуру. Кому как удобнее, мы используем сетку. Дальше не забываем про перемычки. Мы используем уголок 45 на 45 миллиметров, толщина полки 4 миллиметра. Кто-то использует арматуру, арматура со временем провисает. Поэтому используйте уголок, чтобы максимально сделать прочную конструкцию и у вас не появились диагональные трещины. Не доводим ваши стены до потолка 2-3 сантиметра. Делаем специальный зазор для того, чтобы плита перекрытия не давила на ваши перегородки и на них не образовывались трещины. Перегородки готовы и уже можно приступать к механизированной штукатурке. На наших объектах мы штукатурим только механизированным способом. У нас в наличии своих 6 штукатурных станций. Почему именно механизированная штукатурка? Во-первых, это быстрее. Во-вторых, смесь замешивает машина, а не человек. То есть, если мы делаем ручную штукатурку, где-то воды добавили меньше, где-то больше, так не пойдет. То есть, механизация позволяет добиться однородности смеси. И у вас на каждом участке стены штукатурка имеет одинаковые прочностные характеристики. Как только закончили механизированную штукатурку, а процесс возведения перегородок и штукатурки занимает порядка двух недель, к этому времени уже готовы и согласованы планы по электрике и сантехнике. И мы, соответственно, приступаем к монтажу черновой сантехники. Вот такой водомерный узел мы здесь собрали. У нас здесь проточный водонагреватель, система отопления. То есть, мы делаем так, чтобы водомерный узел занимал как можно меньше места. И поэтому стараемся отопление и воду сделать в одном месте. Это у нас отопление, подача, обратка, коллектор на горячую и холодную воду. Обязательно ставим компенсатор гидроудара, а также смонтированные фильтры тонкой очистки. Почему нужно менять отопление? Очень много вопросов, связанных с заменой отопления от застройщика. И лагерь разделился. То есть, кто-то говорит, что надо менять, кто-то говорит, что не надо. Но проблема в том, что трубы, которые у вас находятся в квартире, это зона ответственности собственника квартиры. Застройщик делает систему отопления на тройниках. Мы же переделываем на лучевую систему. И поэтому, если у вас в квартире что-то потечет, а потечет под стяжкой, и придут к вам соседи и скажут, что снизу что-то капает, отвечать будет собственник своими деньгами. И застройщик, управляющая компания, к этому не будет иметь никакого отношения. Поэтому лучше потратить на это деньги и заменить систему отопления от застройщика. Второй положительный момент при замене отопления. Для отопительных приборов можно сделать боковые выводы. И здесь у вас не будут торчать никакие хромированные трубки. То есть, эти места будет удобно мыть и смотрится намного интереснее. После устройства черновой сантехники приступаем к устройству полусухой стяжки. В чем ее плюс? Она делается за один день. То есть, день можно сделать 150 квадратных метров полусухой стяжки. Какие есть нюансы? Очень важно по периметру пускать демпферную ленту. Если вы укладываете под низ еще слой шамонета, то шамонет заводите на стену выше уровня стяжки, делаете демпферную ленту и после того, как вы сделали стяжку, аккуратно подрезаете в уровень со стяжкой. Еще будет классно, когда на этапе предфинишных работ вы пройдете этот шов. После того, как ваша стяжка готова, ее накрывают пленкой. И на следующий день эту пленку поднимаем, проливаем водой. Прям обильно проливаем, чтобы вода прям стояла. И накрываем пленкой обратно. И такие манипуляции необходимо провести 5-6 раз. То есть в течение 5 дней вы поднимаете пленку, проливаете водой и закрываете обратно. Для чего это делается? При высыхании, наборе прочности, цементно-содержащих растворов, они выделяют большое количество тепла. Вода испаряется, а вода необходима для того, чтобы цемент набрал прочность. Поэтому, если вы делаете стяжку, проливайте, пожалуйста, ее водой, для того, чтобы она набрала максимальную прочность и не потрескалась. Стяжка готова. Можем приступить к монтажу черновой электрики. Здесь у нас расположились два щита. Силовой и слаботочный. Все потребители у нас подписаны. Накрыли пленкой для того, чтобы элементы не пылились и прослужили максимально прочно. Все электрики мы делаем по потолку в серый ПВХ-гофре. Развиводитель ДКС. Клипсы выбираем аналогичным производителем, для того, чтобы гофра не выпадала из клипс и не падала на ваш потолок. Будь то надежной или гипсокартоновый потолок, надо, чтобы гофра четко и плотно держалась в клипсах. Кабель мы используем ВВГ-НГ-ЛС ГОСТ. Производитель Конкорд. На данный момент этот кабель отвечает всем требованиям ГОСТа и вполне подходит для монтажа электрики в квартире. Как только закончили монтаж черновой электрики, монтируем вот такие дешевые розетки и выключатели и при помощи них проверяем работоспособность всей электрической цепи. Также можно позвать заказчика, чтобы он походил по квартире, включал свет, может быть, он где-то захочет добавить розетку, либо сместить ее. И на этом этапе это можно сделать достаточно просто, потому что дальше, если вы захотите внести какие-то корректировки, это уже будет долго и по деньгам тоже будет накладно. Забыл сказать про геометрию помещений. Когда вы возводите перегородки, потом уже их штукатурите, важно соблюдать параллельность и углы 90 градусов там, где это необходимо. Здесь у нас гардеробная, будет мебель, соответственно, все углы 90 градусов. Санузел, ванная комната, по умолчанию все 90 градусов. Также у нас зона кухни тоже всегда идет под 90. Здесь кухонный гарнитур будет буквой Г, соответственно, все эти углы 90 градусов. Где нужно делать углы 90 градусов дополнительно? Там, где у вас, возможно, подрезка чистового покрытия. То есть, если мы сейчас находимся с вами в коридоре, вот вы заходите, и здесь у вас укладка чистового покрытия, предположим, ламинат, либо керамогранит в виде плитки. И будет начинаться укладка от двери. Для того, чтобы у вас слева и справа не было каких-то подрезок, эта стена делается параллельно с этой. Также вот здесь вот, если мы зайдем в комнату, здесь у нас зона шкафа. Здесь тоже углы 90 градусов, чтобы корректно встала мебель. Вот такие этапы инженерного ремонта. Сейчас уже привезли керамогранит для укладки его на пол и на стены. Буквально завтра уже выйдут плиточники и будут подготавливать поверхность для укладки. Приедем на эту квартиру, когда уже весь ремонт будет готов, и снимем финальную отделку. Вот такой инженерный ремонт у нас получился. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока!